Пациент Бендерского коронавирусного госпиталя попытался сбежать, но оказался в реанимации. Он планировал спуститься с пятого этажа на простынях. В итоге сорвался с высоты четвертого этажа. Мужчина в крайне тяжелом состоянии. 50-летний мужчина болел коронавирусом в легкой форме и неоднократно возмущался, что его привезли в стационар. В итоге решил сбежать. Ночью дежурный врач обходил палаты и заметил, что пациента нет на месте. В это время мужчина вышел в туалет, там связал две простыни и начал по ним спускаться. На четвертом этаже его заметила женщина. Она закричала, что мужчина упал. Серьезными травмами беглеца доставили в хирургию. У него разрыв печени, сотрясение мозга и многочисленные переломы. Врачам пришлось удалить почку. В настоящее время он крайне тяжелый. Находится в реанимации, на искусственной вентиляции легких, без сознания. Крайне нестабильный. Жизнь его под угрозой. По сути говоря, коронавирусная инфекция его жизни вообще не угрожала. То есть ему нужно было дождаться еще несколько дней, получить отрицательный анализ пациента. Врачи говорят, такая экстраординарная ситуация в Бендерском инфекционном госпитале произошла впервые. Обычно больные, которые поступают в стационар, ведут себя спокойно. Особенно те, у кого явные признаки болезни. Они выполняют все указания врача и соблюдают режим. Единичные проблемы возникают с так называемыми бессимптомниками. Наличие болезни они часто отрицают. С такими пациентами врачи много разговаривают и это помогает. У нас проблемы, по сути говоря, возникают с пациентами, которые себя хорошо чувствуют. Которые не верят, что у них коронавирусная инфекция. Те, у которых есть проблемы со здоровьем, температура, одышка, слабость, кашель. С этими пациентами вообще нет проблем. Эти пациенты желают лечиться. Они хотят вызовы, они хотят вернуться в строй. Они хотят своим близким, они ждут доктора на входе. Они с благодарностью принимают лечение, понимают ситуацию. На сегодняшний день в госпитале Бендер порядка 250 пациентов. Из города Гийские протягайловки. Примерно у каждого третьего коронавирусная инфекция протекает в легкой форме. Выходить из красной зоны им запрещается. Но связь с внешним миром есть. Они общаются с родными по телефону или в интернете. Читают книги и играют в карты. Это разрешено. При желании в палату ставят телевизор. В среднем пациенты находятся в стационаре порядка двух недель. Скоро пациентов с легкой формой коронавируса из Бендерской больницы переведут. Для них готовят новое отделение за пределами города. Наталья Ткачук, ТСВ.